Станислав Воскресенский продолжает встречаться с предпринимателями. Если в понедельник он посетил Фурманов, то во вторник рабочая встреча прошла в Тейкове. Здесь представители бизнеса общества смогли обсудить вопросы развития предпринимательства, как в области в целом, так и в отдельно взятом районе в частности. Экономический блок правительства Иландовской области готовит систему мер поддержки малого бизнеса. Мы ее представим на суд, думаю, что где-то в сентябре, наверное, скорее к концу сентября. Она будет направлена на то, это будет такой, как я говорю, как Яндекс.Такси. То есть это будет сочетание мер поддержки разных, в основном даже федеральных, и потребностей, которые есть у предпринимателя. И особенно она должна быть ориентирована на тех людей, которые вообще никогда не занимались предпринимательством, и решили сделать это в первый раз, чтобы это было максимально удобно и комфортно. Вопросы на повестке не разные. Говорили на встрече, например, о потребности в бюджетной поддержке частных детских садов, опыт областного центра, когда из городской казны родителям компенсируют часть расходов на детский сад, для Тейкова показался очень привлекательным. Есть свои проблемы у владельцев аптек. Предпринимателей волнует острая конкуренция на фармацевтическом рынке. В советское время было 705-е постановление Минздрава СССР, которое четко регулировало количество аптек на душу населения и минимальное расстояние между аптеками. Эти формулы, это были специальные формулы, это цифры не из головы были, специальные экономисты просчитывали. И хотелось бы, может быть, что-то будет принято, какие-то законы, законодательные акты постановления, чтобы это в дальнейшем как-то регулировалось. Присутствовали на встрече руководители текстильных предприятий. Для Тейкова перспектива развития текстильной промышленности особенно актуальна. Лично меня интересует, например, какие перспективы, какие планы есть по сотрудничеству между Ивановской областью и Узбекистаном. Мы слышали, что недавно губернатор туда летал, то есть обсуждались какие-то программы. Поэтому хотелось бы понимать направленность этих программ. То есть это сырьевая часть, либо это уже какие-то готовые изделия. К чему нам готовиться? Такие встречи с бизнес-сообществом, как показывает опыт, весьма эффективны. Предприниматели из Фурманова уже отправились в Москву, в Минпром России, чтобы рассмотреть возможные варианты получения дополнительных мер поддержки для текстильных предприятий.